Валерий Венцель С их помощью работы ведутся по всем направлениям качественно и быстро, в соответствии с графиком. А если и случается от него отойти, то только для улучшения. Так, например, выяснилось, у нашего Тимаковского пруда есть особенность. Его ключи бьют не из-под земли, а каскадом, что в свою очередь задерживает воду. Было нами высказано опасение и предложение по замене этого декоративного бетона по Фереминскому водоему на настил-насвай. Это деревянный настил, который справится на сваре. Ему такие явления нипочем. Он у нас предусмотрен вот в этой части. Летом здесь, кстати, планируется оборудовать пляж. Появятся у Искрии совершенно новые объекты. Современная спортивная зона с памп-треком и скейт-парком. Заиграет яркими красками и зона фонтанов. Теперь это будет сооружение вровень с землей и наполнено игровыми элементами, что особенно порадует детей. Впрочем, на этом сюрпризы для наших маленьких жителей и заканчиваются. А на этом месте совсем скоро будет настоящий рай для наших мальчишек и девчонок. Здесь разместится водная игровая площадка. С помощью пяти агрегатов дети смогут, например, понять, как же раньше вода текла под древним экведуком. Или узнать, как работает Архимедов Финт. Кстати, в Москве таких площадок всего пять. Затронет масштабное благоустройство и близлежащие к площадке дома. Для того, чтобы все-таки подарок был подарком, мы все 20 домов, которые окружают территорию вокруг кинотеатра «Искра», в этом году, также до конца октября, будем приводить соответствие в плане фасадов. И будут появляться новые фасады, которые будут радовать глаз наших жителей. Кроме того, в ближайшее время планируется создать горячую телефонную линию для жителей. Обратившись на которую, можно уточнить любую информацию касательно благоустройства у «Искры». Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.